Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим температурную зависимость концентрации носителей заряда в примесных полупроводниках и узнаем, что такое правило рычага. Как уже было неоднократно отмечено, одним из главных условий, по которым находятся все зависимости температурные в полупроводниках, является условием электронейтральности. То есть суммарный отрицательный заряд в системе равен суммарному положительному заряду в системе, поскольку исходные атомы, из которых построена матрица полупроводника, а также атомы примесей в целом электронейтральны. Допустим, что у нас есть примеси двух типов, как донорные, так и акцепторные. Температура не равна нулю. Таким образом, часть донорных примесей будет ионизована, и они зарядятся положительно, а часть акцепторных атомов захватит электрон из валентной зоны и таким образом зарядится отрицательно. В результате условием электронейтральности в самом общем виде будет вот условие, указанное здесь. Сумма концентрации электронов в зоне проводимости плюс концентрация заряженных акцепторов равняется концентрации дырок в валентной зоне плюс концентрация ионизованных доноров. В общем виде решить это уравнение довольно сложно. Оно приводит, вообще говоря, к уравнению четвертой степени, которая, как известно, не имеет полное решение в радикалах, поэтому мы упростим свое рассмотрение и рассмотрим случай полупроводника только с одним типом примесей, а именно донорных. То есть мы будем считать, что акцепторных примесей нет. Тогда условие электронейтральности примет вот такой вот вид. И здесь нужно сделать важное замечание. Вообще говоря, статистика электронов на донорах незначительно, но все-таки отличается от привычной нам статистики. Связано это прежде всего с тем, что если на доноре может не быть электроны или быть электрон один со спином так или со спином так, это такие же состояния, как и для обычного уровня, но вот двойки, когда один электрон у нас со спином вверх, другой со спином вниз, мы считаем, что такого состояния быть не может. Это приводит к незначительному изменению функции распределения электронов на примесях, но вообще-то это выходит за рамки нашей программы, поэтому далее мы ограничимся там, где это возможно, только качественным рассмотрением. То есть когда у нас будет частичная ионизация доноров, мы не будем никаких формул писать, а только качественные рассуждения. Рассмотрим два предельных температурных случая. Первое. Пусть температура настолько низкая, что квант К-Больцмана Т много меньше расстояния залегания донорного уровня, то есть расстояния от донорного уровня до дна зоны проводимости. Но уж и заведомо много меньше, чем ширина запрещенной зоны. Тогда мы можем считать, что при такой температуре у нас дырки практически не возбуждаются. Поэтому в условии электронейтральности мы просто заменим П нулем. Вот. И таким образом вместо источником электронов для зоны проводимости перейдет от валентной зоны к донорному уровню. То есть если мы считаем, что вот с самого низу до дна зоны проводимости возбуждение отсутствует, то единственный тип возбуждений – это возбуждение с донорного уровня на дно зоны проводимости. Это означает, что мы можем взять для грубой качественной оценки формулы, которые у нас были для собственного полупроводника, и заменить соответствующий стат-фактор зоны валентной просто на емкость донорного уровня, то есть грубо говоря на число, на концентрацию доноров. А соответственно вместо ширины запрещенной зоны, то есть ширины от потолка валентной зоны до дна зоны проводимости, будет расстояние от донорного уровня до соответствующего дна зоны проводимости. Если это сделать, то тогда можно записать концентрацию электронов проводимости в следующем виде. Константы – это вот как раз описывает то отличие в статистиках на донорах и на свободных атомах, о котором я говорил, а температурная зависимость, вот будет содержаться здесь некая степень, а там экспонента степени разности энергии на температуру. При t равном нулю, естественно никаких электронов в зоне проводимости не будет, но поскольку теперь источником электронов являются доноры, то уровень химпотенциала должен отражать вероятность процесса возбуждения электронов с донорного уровня, и это значит, что он должен лежать при абсолютном нуле ровно посредине между донорным уровнем и дном зоны проводимости. Значит, можно в принципе установить его поведение с повышением температуры. Далее мы приведем этот график, а сейчас я скажу, что ход при конечной температуре, ход химпотенциала как функции температуры будет не монотонный. Сначала он будет возрастать, а затем будет падать. Это связано с тем, что концентрация, стат-фактор зоны проводимости, он является температурно зависимой. При малых t он мал, а при больших будет велик. В окончательной формуле их отношение стоит под знаком логарифма, и таким образом все определяется, кто кого больше. При низких температурах оказывается, что nc меньше nd, поэтому логарифм отрицательный, и химпотенциал растет, а с ростом температуры соотношение между nv и nd становится больше единицы, логарифм становится положительным, и химпотенциал начинает падать. Область, в которой выполняется вот это неравенство, носит специальное название – область слабой ионизации примеси. Область вымораживания, то есть примеси ионизированы, но очень их число мало при малых температурах, и фактически все электроны, или большая их часть, сидит на донорных примесях. Ну вот с ростом t я уже сказал, что меняется соотношение вот этого неравенства. Сначала число мест в зоне меньше числа доноров, начиная с какой-то температуры, это отношение меняет знак. Второй предельный случай. Обратите внимание, что Еж, конечно, остается по-прежнему самым большим параметром, но теперь квант в кавычках температуры К Больцмана-Т превышает расстояние от донорного уровня до дна зоны проводимости. Это означает, что уровень химического потенциала должен опуститься ниже, теперь у нас по-прежнему дырками мы пренебрегаем, поскольку я уже сказал, что Еже по-прежнему много больше КТ, но теперь у нас степень ионизации доноров становится стопроцентная, а переходами зоны-зоны мы пренебрегаем, поэтому условия квази-нейтральности становятся вот таким. Число электронов в зоне полностью равно числу исходных доноров. Это уравнение допускает точное аналитическое решение, потому что выражение для n мы уже с вами получали, это есть nc от t умножить на соответствующий экспонент, и приравнять это к постоянной величине. Таким образом, вы видите, что химический потенциал уже, поскольку мы перешли в ту область, где отношение nc от t к nd много больше единицы, уже химпотенциал ведет себя монотонно, он монотонно убывает. Эта область, область 2, цифры будут понятны, когда будет рисунок соответствующий приведен, эта область называется областью полной ионизации примеси, область истощения. В этой области с ростом температуры, то есть при нагревании, концентрация электронов не меняется, я напоминаю, что хотя мы нагреваем полупроводник, но мы пока пренебрегаем переходами зона-зона, поэтому рано или поздно все доноры ионизуются, и дальнейшая концентрация электронов в зоне проводимости меняться не будет. Теперь рассмотрим третий случай, случай промежуточных температур, когда температуру левое неравенство по-прежнему выполняется с большим запасом, а правое уже, так сказать, становится таким, как принято в обычных полупроводниках, то есть, грубо говоря, мы подходим к комнатной температуре. Тогда вот этот химпотенциал мы записываем, как он ведет себя слева в области 2, а в области, которую мы рассматриваем сейчас, мы уже начинаем учитывать переходы зона-зона. Как известно, при переходах зона-зона уровень химического потенциала должен находиться в середине запрещенной зоны, и мы формально пытаемся состыковать два разных температурных интервала. Мы как бы тянем зависимость, найденную в области 2, уже формально в области, где это, наверное, так сказать, работает не совсем хорошо, но зато приравниваем ее справа той зависимости, которая будет, грубо говоря, при малых температурах, но в области, где работают переходы зона-зона. Тогда это называется областью 3, областью собственной проводимости. Из приведенного выше соотношения можно найти характерную температуру, где один режим область 2 переходит в область 3. И вот теперь можно привести все полученные формулы представить в графическом виде. Смотрите, вот условное разделение. Область 1, это область, начиная с температуры 0, вот она, где уровень химпотенциала лежит посредине между дном зоны проводимости и уровнем донора. Затем, как я уже говорил, с ростом температуры, уровень химпотенциала сначала идет вверх, затем, когда отношение меняет знак, он тоже меняет знак. В этой точке, условной границей между областями 1 и 2, уровень химпотенциала совпадает с донорным уровнем, затем и область слабой ионизации заканчивается. И, грубо говоря, сразу наступает область полного ионизации донора. Вот вы видите монотонное спадание. В области, вот в той температуре, которую можно найти из вот этого уравнения, происходит переход между областями 2, областью полной ионизации, область собственной проводимости. И вот здесь уровень химпотенциала уже выходит на середину запрещенной зоны, а дальше он двигается в сторону более легких носителей, коими, видимо, в этой модели, по которой нарисован этот график, являются электроны. Как ведет себя концентрация электронов как функция температуры? На самом деле удобней откладывать, поскольку она в основном ведется экспоненциальным образом, и в показателе экспоненты стоит единица на t, поэтому принято откладывать график функции логарифм n как функции единица на t. Вот этот график. Мы будем читать его не слева направо, как принято, а справа налево, потому что тут отложена по горизонтальной оси единица на t, и таким образом рост температуры, мы движемся в эту сторону. Итак, в области 1 у нас концентрация, логарифм концентрации ведет себя линейно единица на t, и тангенс угла наклона этого графика есть просто минус вот эта энергия, деленная на 2 kt. Еще раз говорю, роль запрещенной зоны играет расстояние от Еd до Еc. Глубина залегания уровня. Значит, в реальности глубина залегания уровня, как мы знаем, это примерно 1 сотая электрон вольта. Дальше мы двигаемся по нагреваниям, условно говоря, вот в точке излома происходит полная ионизация доноров, и график выходит на так называемую полочку. Мы греем, а концентрация не меняется, то есть все доноры ионизованы, а переходы зона-зона еще не начались. И, наконец, в точке второго излома начинаются сильно процессы перехода зона-зона. Они тоже характеризуются экспоненциальной зависимостью, но там показатель экспоненты стоит Еж на 2 КТ. Поэтому Еж порядка одного электрон вольта, поэтому вы должны понимать, что на самом деле графики тангенса углов наклона вот этой прямой и вот той отличаются в 100 раз, и, конечно, на этот график надо смотреть только как на иллюстративный пример. Значит, теперь мы должны рассмотреть закон действующих масс или так называемое правило рычага. Значит, рассмотрим температуры порядка комнатных, то есть заведомо это область 3, когда все доноры ионизованы и уже есть дырки, возникшие из-за перехода в зона-зона, и воспользуемся тем, что для невырожденного случая, независимо от того, где лежит уровень химпотенциала, я напомню, что произведение концентрации электроновых дырок не зависит от положения химпотенциала, это произведение является константой, зависящей только от температуры. Тогда вот эти два уравнения можно рассматривать как система с неизвестными Н и П и с неизвестными НД и НИТ. НИТ вычисляется по формулам, которые были приведены в соответствующей консультации. НД написано в паспорте полупроводника, когда вы его получаете в руки, там сказано, какое количество соответствующей примеси было туда внедрено при изготовлении этого полупроводника, и тогда из этих систем вы можете, например, исключить П и получить выражение для концентрации электронов. Вот это обычное квадратное уравнение, откуда легко получается вот эта формула. Какие используются значения для НД в физике полупроводников? Значит, наиболее типичное значение это 10-17 штук на кубический сантиметр. Значит, это есть постоянная величина. Величина собственной концентрации, она, конечно, зависит от температуры, но для основных полупроводников типа Германия и Кремния с шириной запрещенной зоны 1 электрон вольт при комнатной температуре это что-то 10 в 11, 10 в 12 единиц на кубический сантиметр. Поэтому вы видите, что здесь под корнем стоят, в общем, два несравнимых слагаемых. Ни много больше, чем НД квадрат на 4, поэтому можно в грубом приближении выбросить Ни, и тогда мы получаем, что концентрация электронов практически совпадает с концентрацией доноров, а число дырок можно будет оценить из второго уравнения, как Ни делить на концентрацию доноров, и это получается 10 в пятой. Вот, собственно, эти числа, они и дали такое странное название, которое никто не может объяснить, кто первый его придумал. Строго говоря, это называется закон действующих масс, он состоит в фактически правиле Лешетелье Брауна, вот, а в простонародной речи он называется правилом рычага. Какой в нем смысл? Вот у вас собственный полупроводник, вот здесь электроны, здесь дырки, у вас равновесие, вы видите, число электронов, число дырок, две стороны рычага находится в равновесии. Теперь давайте сюда положим доноры. Когда мы сюда положим доноры, то понятно, что лишний груз перевешивает, и число электронов становится больше, ну, а число дырок уменьшается, вы видите, тут конец рычага поднимается, показывает, что число уменьшается. Если у меня будут акцепторы, ну, будет наоборот, вы положите число дырок на этот конец, и у вас электронов станет меньше. Соответственно, примесь, которая больше называется основной или доминирующей, вот, а, соответственно, другая называется неосновной примесью. Это нам понадобится, когда мы будем разбирать вопрос ОПН в переходе. Теперь всё, до свидания. Продолжение следует...